Полотна, посвященные событиям истории Древнего мира и России, а также многочисленные произведения с фантастическими и мифологическими мотивами, объединила выставка, варианты и вариации заслуженного художника России Станислава Федорова. Экспозицию представили в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Станислава Федорова называли мастером графических искусств. Он был известен как художник-монументалист, график и педагог. Много лет преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии, воспитав плеяду талантливых учеников-архитекторов, художников и дизайнеров. Эта выставка, которая охватывает полноценно его практически весь творческий путь, от самых ранних работ до самых последних, и показывает весь масштаб его художественного дарования. Экспозиции включает ровно 101 работу, что для нас, в общем-то, наверное, немного, но масштаб работы, они иногда грандиозны, 5 на 3 метров и более. И это практически за последние 20 лет первая попытка показать его вот в таком мощном взгляде. Художник исследовал и пытался понять тайны космического пространства. Так появилось полотно с названием «Зарождение галактики». Одна из самых масштабных работ – «Праздник урожая». Возле нее можно подолгу стоять, рассматривая каждую деталь. Вообще, картины художника плотно населены персонажами, у каждого из которых свой характер. Работы Станислава Федорова отличаются экспрессивностью и стремлением запечатлеть образы окружающего мира во все их сложности и красоте. В своем искусстве он вобрал очень много традиций, в том числе искусства такого западного, искусства 20 века, модернистского искусства. Какое-то время я считал, что где-то что-то вторичное. Здесь мы видим переклички из Пикассо, безусловно. Но в то же время есть ряд работ, которые, как любой большой художник, он что-то привносит свое. И вот здесь интересно, что Федоров привнес свои такие немножко измененные плоскостные построения композиций в поздних работах. Посетителей выставки ждала и культурная программа. Артисты Самарского театра «Город» показали специально подготовленную для этой выставки постановку. А с музыкальной программой выступил пианист Захар Меламет. Выставку могут посетить все желающие до 25 апреля. Андрей Бессонов, Августина Охременко, Петр Паломеев. События.